Поехали. Добрый вечер, милые дамы, уважаемые господа. Здравствуйте. С вами Светлана Амельяна. Наталья Некрасова. С авторой проекта «Избавь в задни», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины. С нуля. Да-да. Да-да. Именно каждый день тем и занимаемся. Сегодня у нас мероприятие открыто. Если раньше мы все время говорили, что наши вязальные посиделки идут в полуоткрытом формате, то мы приняли решение, что наши посиделки будут оставаться в открытом доступе. Потому что… А свинка где? Думаю, мама. Потому что в прошлый раз мы навязали свинку, и оказалось, что мы ни одного раза… Это очень нужная вещь. Очень полезная вещь. Очень нужная вещь. То есть мы думали, что мы вяжем бесполезные вещи, а оказалось, что эта вещь совершенно не равна необходимой хозяйстве. Мы получили больше 20 вот таких свинок. У нас в жизни никогда не было. То есть как только мы оставили урок открытым, нам свинки пошли со всего мира. Поэтому мы решили… Мы с Натальей все-таки очень любим отчеты, и поэтому мы решили, что будем оставлять мастер-классы открытыми. Вяжите, присылайте. И, как говорится, а не вяжете, а на вашей совести. А хотите учиться, вяжете, смотреть. Здесь вопрос ведь не в том, что мы запрещать будем или не запрещать. Вот хотите – научитесь. Не хотите – ну ничего, мы вас будем заставлять. Мы против насилия. Но все что угодно показывать, кроме того, что надо. Вот техника. Ну, мы с вами вернемся к тому, что же у нас было на прошлой неделе. На прошлой неделе мы вязали свинку номер один. Я вам уже ее показала. И Наталья говорит, вот мне больше всех вот эта свинка нравится. Вот не знаю, что бы я ни говорила. Она мне очень на меня напоминает. Он сидит такая, и все ей хорошо. Он сидит себе, ушами хлопает, и все ей зато хорошо. А здесь мне нравится даже не свинка, а как ее ребенок держит. Как ребенок держит, да. Как нежно, как трогательно держит этого просенка. Ольга связала несколько свинок. С Еленой мы вообще столкнулись, когда она шла глазки покупать. Говорит, после такого мастер-класса, как можно без глазок? И мы с ней столкнулись, она бежала в Леонардо покупать глазки. Я так понимаю, что глазок накуплено много, потому что свинки пошли стаями просто. Вот у кого глазок не было – пуговички. Это вообще чудо. Вот представляешь, придумать это такое наоборот. Просто невероятно. Екатерина взяла, вот я не понимаю, это вот бусинка? Просто нет, наверное, это что-то кругленькое. Пуговичка, в нее булавочка воткнута. Или бусинка. Здесь, да, здесь главное, чтобы ребенок не вытащил, не съел. Ну, я смотрю, что девчонки с глазками определились. Какие физиономии-то. Да, да, да. Довольные жизнью. Семьями, семьями, семьями. Ты посмотри, вообще просто чудо. Девочки, я надеюсь, что сегодняшний поросенок тоже вам понравится. И вы его примете в свою семью. Да, и будете вязать в таком же количестве. Вот Елена. Елена очень великий мастер вязания. А посмотри на физиономию среднего. Это заплывшие довольные глазки. Может быть, это одна и та же. Это одна и та же, но просто поза. Я просто Елене говорю, великий мастер машинного вязания. У Елены, ну, невероятно красивые изделия. И тоже свинок, понимаешь? Значит, просто свинки действительно нужны, чтобы просто посмеяться. Потому что мы все с очень скучными лицами, с напряженными. Вот это все нужно для того, чтобы сделать... Какой там фон такая дорога. Да-да-да, Ричард. Ричард. Какой женщиной. Да, да. Вот это страшно красивое. Вот эта вот подпись была страшно красивая. Девчонки, мы страшно рады, что она у вас... Это наша идея прижилась. Ну, что сказать? Вот слов нету. Мы просто не ожидали, что свинке так понравится. Поэтому наши посиделки будут открытыми. Но если вы хотите попадать на живые мероприятия, подписывайтесь в рассылку, форма подписки находится ниже, для того, чтобы мы не забывали вас приглашать. Все ваши отчеты мы выкладываем в группе машинное вязание, совместное вязание на машинке. И вот там вот эти все, больше 20 свинок, они все там находятся. Ну и, как говорится, прошу, не забывайте подписываться на наши посиделки. Точнее, не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте ставить лайки, дизлайки, если вам что-то не нравится. Наталья, у нас здесь все в порядке. Давай. У нас, естественно, все в порядке. Давай. Сейчас, минуты. Даю тебе камеру, и мы не будем долго рассказывать. Сейчас мы убираем провода, чтобы они не мешали. Сегодня вязать не будем. Сегодня свинку вязать не будем. Да, сегодня мы будем ее собирать, потому что, открывая тайну, я ее уже связала. Она очень простая. Одна деталь нам с вами уже знакома, смысла нет повторять. Вторая деталь представляет из себя вот такие вот размеры, такое количество петель рядов. Это мои размеры, мои петли ряды. Если вы хотите получить такой же размер, в принципе, больше, наверное, не надо. Они по размеру будут практически похожи. Такого же. Поэтому у меня 20 сантиметров начало, 16 сантиметров высота, 7,5 выпуск, 8 сантиметров его высота. Начинаю 18 петель и 12 петель неравные. Они неравные. Одна часть больше, другая меньше. То есть 18 петель с этой стороны до выступа и 18 петель с этой стороны закрытые. Дальше открытые петли, 12 сверху и 12 снизу закрыты. Ну, чтобы не заниматься их зашиванием. То есть у меня часть петель открыта. Вот здесь вот сверху и снизу. Итого у меня вот останавливаться сильно на этой бумажке не буду, потому что потом будете сомневаться, посмотрите. Наталья Емельяновна, здравствуйте, замечательные ведущие. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, да. А Виктория вообще пишет. Впервые за долгое время я у машинки стою и вас слушаю. А сидю и во все глаза смотрю. Свиньи всем нужны. Представляешь, все хотят свинью. Ну, потому что... Все уже наелись. Потому что свиньи наелись. Я хочу сказать, что кофты, все свиньи, которых показывают в мастер-классах, они все либо шиты, они все умеют шить, либо вязаны крючком, а это тоже кропотливый, долгий труд. А у нас все быстро. У нас все быстренько, да. Мы знаем, как сделать. Ну, слишком ленивые. Вот лень – это наша... Мы любим искать простые варианты. Простые варианты сложного исполнения. Так, вот то, что я вам нарисовала, вот в таком виде оно получается. Где 18, где 12, вообще без разницы. Главное, чтобы и сверху, и снизу было одинаковое количество. Открытые петли сверху, открытые петли здесь. Но поскольку я на сильвере вязала, видите, у меня метки стоят здесь закрытые петли, часть открытых и часть закрытых. Ну, чтобы не путаться, поставила вот в этих вот точечках метки. Я комментарий не поняла про то, что... Так как на сильвере вязала то-то, то-то, вот в чем, что за секрет такой на сильвере? Я вязала на сильвере, поэтому взяла общую бросовую нить. Если бы я вязала на ниве, я бы вообще не начинала бросовые нити. Разные машинки, к разному, разный подход. Поэтому общая бросовая нить на все полотно. Вот эта часть у меня соответствует вверху, закрытые петли, объем набранные. Эта часть петли открытые и сверху, они равное количество. И вот эта часть, и вот эта часть у меня получаются равными. Вот это наш сегодняшний с вами поросенок. Это одна деталь. Вторая деталь... Вам придет в последний момент. Кто? Вторая деталь появится в последний момент. Ну, как шеф. Я думаю, да. Ну, ладно. Ладно, вот... Наталья говорит, всем добрый вечер. Девочки связала две свинки, но фото не умею выкладывать. Такие смешные получились и очень разные. Мне очень нравится. Одна сыну в подарок, он родился в год свиньи, а вторая внучки. Супер. Супер. Ну, тут даже вопрос не в том, чтобы присылайте ваши отчеты. А что они у вас есть? Вы получите удовольствие. Они у вас есть, да. А нам достаточно того, что вы получили удовольствие. Уши у всех свинов разные. Так классно, да. Да, там, да. Посмотрите, выражения лиц... А выражения лиц какие у всех разные. Но сегодня мы тоже будем с другим выражением лица. Да, выражения лица у нашего... Сравним. Ну, да. Так. Беру иголку, и первое, что я делаю, вот эти вот открытые петли соединяю в горизонтальном тракотажном швом, чтобы шва не было. Он в данном случае нам будет мешать и испортить все впечатление. Поэтому его надо закрыть и убрать. То есть, можно было бы, конечно, все оставить, пустить под закрытые петли, а потом просто шить. Но не будем, не будем себе слишком облегчать задачу. Не забывайте ставить лайки, дизлайки, писать комментарии, делиться кнопочками. Нажимайте кнопочки соцсетей. Пусть это видео появится на ваших аккаунтах, в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, везде, где можно. Пусть вяжут свинку. Мы с Натальей решили связать, чтобы свинки были все разные. Вот прям вот разные-разные, как будто бы разный мастер делал. Но я понимаю, что одна рука вот все равно будет прослеживаться. Мне невозможно, да. Но они будут разные по форме, разные по структуре, по всему разные. Поэтому мы с Натальей креативили, выбирали, вот что делать. Так много, что выбрали четырех. Да, по крайней мере, четырех, чтобы были разные. То есть можно было бы, конечно, и больше, но я думаю, что и четырьмя мы закроем все вот эти вязальные проблемы, и нам уже будет это не нужно. Ну да, да. Ваша задача, да, связать и посмотреть. Много подарков на самом деле на Новый год не бывает. Смотрите. Провязали одну. А я, Хрюня, уехала в Архангельскую область. Вот, сейчас мы вам компенсируем. Хорошо. Девочки, у нас еще будет три свиньи. Так что дарите, раздаривайте. Сегодня еще две. Да, заготавливайте свиней, всем хватит. То есть свинины у нас на следующий год будет достаточно. Да. Так. Беру лицом к лицу, сшиваю горизонтальный трикотажный шов. Вот эта операция абсолютно стандартная, традиционная. Тут даже и особо нечего рассказывать. Ну, я думаю, что все знают, что такое трикотажный шов. А раз они все знают, то я тогда показываю слайды. Светлана сейчас показывает слайд, а я пока позашиваю. Анатолия, пока позашиваю. Ну, не забывайте подписываться на наш канал, потому что на нашем канале мы решили, что мы откроем все наши видео, которые были записаны за три года на посиделках, потому что оказалось, что когда я пошла проводить ревизию и стала по названиям их искать, оказалось, что видео пропали. Поэтому, так как это все-таки электроника, видимо, где-то сервер сгорел, на котором хранилось, или я не знаю еще что, пусть хотя бы людям принесет пользу. И мы решили, что те видео, которые у нас были три года закрыты, мы будем потихонечку открывать. Поэтому подписывайтесь на наш канал. В противном случае вы эти видео никогда не увидите. То есть они будут открываться, появляться, и вы будете видеть, что их смотрят, во-первых. Во-вторых, я все эти видео буду выкладывать в нашей группе ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, и вы тоже там увидите. Поэтому подписывайтесь на соцсети, и вы не пропустите те знания, которые мы с Натальей за вот эти три года на квадратных посиделках, которыми делились. Напоминаю, что сейчас у нас идет марафон шарфей. Это исключительный марафон. То есть мы за год проводим, уже второй год проводим девять марафонов. Марафон – это не просто вязание какого-то изделия. Это множество-множество всяких наворотов, секретов. Либо это неожиданный результат, который вас ждет, либо какие-то технологии, прямо убойные технологии, которые вам помогут вязать быстрее, красивее, аккуратнее, лучше. Марафон шарфей – это вязание, ну, не то, что шарфов, а это техника вязания шарфов. Технологии, множество-множество технологий, которые мы показываем на примере шарфов. Вот, кажется, шарф – это вот прямое полотно, два метра длиной и шириной там сантиметров двадцать пять. Вот нет. Мы решили это все показать, чтобы вы не думали, что вы уже все на свете знаете. На примере квадрат, круг, треугольник, прямоугольник мы показываем множество-множество технологий. И в этом, в отличие от множества других марафонов, которые мы проводили, этот марафон – все задания остаются открытыми. Первое, второе, третье, четвертое и пятое – все задания остаются открытыми до 28 декабря. Поэтому в какой бы момент вы не присоединились к нему, вы получите все задания и все сможете выполнить точно так же, как и все остальные. Так вот, первое задание – это отделки, всевозможные отделки. Участники писали, что узнали очень много неожиданных приемов, которые, в принципе, даже в голову не приходили. То есть нестандартные кисти, нестандартные бахрома, нестандартные там помпоны и все. В общем, но самое нестандартное – это была отделка, которую обычно делают крючком, мы ее сделали на машине. Вот для большинства она была вот просто совершенно неожиданная. Второе задание – это треугольный бактус. Когда на примере вот этого треугольника мы показали, как комбинировать, как делать разнонаправленные вот эти углы, как делать так, чтобы эти бактусы были… Ну, в чем секрет в таких вот вязаниях вот таких треугольных бактусов? Третье задание – на примере квадрата. Ну, на самом деле, конечно же, мы вязали не квадрат, это было бы слишком просто. Мы вязали квадрат, либо вот как бы тут получился уже даже шестигранник, то есть не четыре угла, а шесть. На примере мы соединяли множество треугольников в плоскую фигуру. И вот разные варианты, как соединить этот треугольник для того, чтобы получилось… Вот у Екатерины, кажется, у нее… Видите, получился шарф из треугольников, здесь шестиугольник получился, здесь квадрат, здесь тоже квадрат, но на примере… То есть мы как бы имитировали шаль. И вот разные варианты, как эта шаль может получиться. Вот это тоже из отчетов за третий урок. Ну, а четвертое задание – это вот я просто, как бы, можно сказать, из-за этого все и началось, из-за этого все и пошло. Это технология «Змейка». Мне страшно нравится, потому что это технология, которая очень многие любят вязать половички, пледики, вот такие вот плоские изделия, то есть это как бы, в принципе, пейчворк, да, или как это? Ну, я бы не назвала это пейчворком, но лоскутное вязание. Ну, да, вот лоскутное шитье, типа лоскутного шитья. То есть этим способом можно и вязать плоские части. Да все что угодно. Плоские части ваших изделий. То есть если кофта на животе, на спине, на рукавах, где-то связали, где вот эта плоская часть, а дальше надвязываете уже какими-то другими… То есть надвязываете уже в форме вашей выкройки. Ну, ссылочка на группу ВКонтакте и на форму оплаты участия в марафоне находится под этим видео. Напоминаю, что все задания остаются открытыми до 28 декабря. Вы их можете смотреть. Но после 28 декабря марафон заканчивается, ссылки закрываются. Смотреть с телефона нельзя, можно только с компьютера, потому что дается код доступа по IP-адресу к компьютеру. Ну, а если вы не успеваете, то можно будет запись приобрести, и тогда по ключу доступа вы можете смотреть его пожизненно. Это вот такая у нас как бы новинка. Стоимость марафона – 1000 рублей. Уроки доступны до 28 декабря. Лежите с нами, и все у вас получится. Передаю Наталье. Она уже зашила эту тряпочку. И что у нас получилось? Так, и у нас получилась вот такая деталь. Вот она. Задача была избежать шва на месте соединения. Поэтому и были вот такие вот деталь. Вот то, что мы с вами должны получить. Это основа, из которой мы уже сейчас будем с вами создавать новую поросеночку. Так, беру булавки, выворачиваю. Определяем систему, кто у нас изнанка, кто у нас лицо, потому что некоторые предпочитают изнанку. Мы будем делать лицо лицом. Поэтому выворачиваю изнанкой наружу, чтобы швы были наружу. Вопрос. И где же тут свинка? Это что, спрашивают? Да, да, да. Вот как бы глядя сюда, вот если бы я сама не придумала, в жизни бы никогда не поняла, где тут свинка спрятана. Ну вот мы с вами и посмотрим, где тут свинка. Можно подумать из того, что мы вчера, в прошлый раз вязали, там прям свинка сразу появилась. Вилка появится в последний момент. Это самое правильное, да, да. Виктория пишет, с ним мужу будет традиционный ежегодный день памяти. И к нему буду вязать подарки, столько идей и вот хрюшки тоже. Скоро-скоро релакс от заказов. Ну да, от заказов надо отдыхать. Потому как, Виктория, я вам соболезную, когда вы вязали какой-то 68-го размера халат или что-то серого цвета, да, можно было умереть. Так, моя задача сейчас взять за уголки вот эту вот конструкцию и, видите, вот от сих до сих уголок зажать. Вот так вот. Ровно, без перепадов, без перерывов. То есть никаких меток на машине в процессе вязания не ставила, потому что задача просто не перекосить полотно. Вот как зажалось, как легло, так легло. Осторожно. Раз. С этой стороны точно так же. Вопрос. Что же это будет? Вот. Иначе ушки. Ушки так ушки. Хорошо. Сейчас крутой футбольный свитер. Да. Ну, суперкрутой футбольный свитер. Это лучше, чем полотно. Ну, вот, да, это лучше, но со свинками не сравнить. Да, вот свинки все-таки круче. Потому что свитер вы будете неделю вязать, а хрюшку мы за два часа сделаем. С разговорами. И удовольствия от этого будет гораздо-гораздо больше. Так, беру и зашиваю вот эти вот уголки. Возьму сейчас ниточку побольше, чтобы она у меня осталась. Зашивать люблю крючком, но это моя слабость, поэтому вот вы зашивайте как хотите. Самое главное, чтобы было зашито. Учтите, что эта игрушка набивная, поэтому и зашивка должна быть плотная. То есть, если у вас будут рыхлые соединения... Ну, пилками сейчас никто не надевает, а синтепух не вылезет. Не вылезет, но он может торчать. Поэтому все равно все вот эти игрушки, совет такой, вяжите поплотнее и зашивайте тоже пожорче. Ну, тогда проще ниткой зашивать, наверное. Можно через край даже ниткой. Ну, как хотите. На самом деле, главное, чтобы швы не расходились сильно и не выпирало ничего. Девочки, давайте вспомним. А кто помнит наших котов и зайцев, которых мы вязали, я не знаю, сто лет, наверное, в 12-м году, наверное, вот кто помнит этих зайцев-котов? Вот эта свинья родилась на основе котов. Мы ее модернизировали, потому что кот все-таки был у нас своеобразный. У него была такая маленькая голова. У свина мы решили сделать голову покрупнее. Но на самом деле, если вы помните ту выкройку кота-зайца, или там, не знаю, как его назвать, там как бы голова делалась из тела. Головоногий зайц. Головоногий зайц, да, был. На самом деле, можно было попробовать. Если кто понят эту выкройку, то можно попробовать сделать с головой. Но нам хотелось, чтобы была очень большая голова, такая с большой челюстью, как бы любит покушать. И, соответственно, откуда пузико? При маленькой голове большого пузико сложен, наверное, все-таки не гусеница. Поэтому мы решили сделать другую выкройку, как бы модернизировать. Но идея пошла от кота-зайца. Знаете, когда говорят кто-то, я придумал, я придумал. Мне очень сложно говорить, я придумал, потому что любая идея, она отталкивается от чего-то. Вот буквально где я тут на днях ходила. Вот я что-то увидела. Увидела в... А, фетровую шапку увидела. Я же на выставке была, тут помогала подруге своей с косметикой. И увидела фетровую шапку. Понимаете, вот она фетровая. И я понимаю, как ее связать. И я понимаю, просто вот как бы меня торкнуло, и я... Надо обязательно связать, надо связать. Поэтому вот как бы я бы не стала говорить, что я ее придумала. Я ее увидела в другом материале, и никому в голову не приходило такое вязание. А я вот, а я увидела, и мне захотелось ее именно сделать в вязаном варианте. Поэтому придумала я ее. Либо же это плагиат, либо что это, вот я не знаю. Потому что в вязаном виде никто такого нам не предлагал. Смотрите по сторонам, может быть, тоже будете натыкаться на какие-то интересные вещи. Я иногда натыкаюсь на железную ограду или на что-то. И вот какой-то завиток, он дает какой-то толчок. А, третью свинку, которую мы будем вязать. Я увидела на выставке, я просто даже фотографию выложила. Я увидела кота необыкновенного, просто каплевидный. Вот на основе вот этой капли мы будем вязать свинку. Я просто когда увидела, я поняла, что это вот она свинка, которую я хочу. Все. А там совсем рядом была не свинка, а был кот. Какая нам разница? Если мы кота-зайца вязали, то почему бы не кота-свина или еще кого-то? Виктория говорит, помню мышь. Ну, нет, Виктория, значит, вы с нами не так давно. Это было вот как бы в 12-м году. Это в самом начале этих мышей, ой, мышь это уже была, да, позже. Светлана Рудик говорит, всем добрый вечер, сто лет вас не видела, свинка мне очень понравилась. Наконец-то нашла немного времени к вам сбежать на огонек. Ну, Светлана, у вас дети и внуки есть, так что вам обязательно надо вместе с нами. В Германии свиней едят, поэтому свинина там это шнапсы свинины, как бы это все нормально, поэтому вам не повредит вяжите. Я думаю, что там приживется, свининка приживется. Ну, еще раз повторю, что мы специально с Натальей отбирали фасоны такие, чтобы они были все очень разные. И чтобы они были легкие. Да, и чтобы они были легкие. Потому что можно наворотить такого, что никто не повторит. Задача-то не в этом, не показать, как мы можем. Во-первых, связать быстро, связать быстро, и чтобы это было для вас быстро, для зрителя неожиданно. Потому что есть мастер-классы, которые повторить невозможно. Очень красиво, но это мастер делал, и это неповторимо. То есть, кто-то действительно в кадр попадает, как-то вот это смотрит. А мы делаем общедоступное кино. Ой, девчонки, прибавляйте, прибавляйте, молодцы. Нажимайте, пожалуйста, лайк, дизлайк. Вот какое у вас настроение, то и нажимайте. Нажимайте кнопочки соцсетей. Пусть это видео будет у вас на ваших аккаунтах, группах. Пусть вяжут свинок. Я говорю, я получила огромное удовольствие от того, насколько по-разному эту свинку... Ну, у всех позитивно. Ни у кого нет морды кислой какой-нибудь, печальной такой. Потому что кислые не будут свинью вязать. Они будут вязать свитер. Слушай, вот не надо намеков. Вот намеков не надо, пожалуйста. Я про то, что человек серьезный. Серьезные люди не будут свиньем вязать. Люди не будут затенять. Я говорю только про это. Мы с Натальей несерьезные. А мы несерьезные. Мы будем свиньем вязать. Нам все время говорят, что вы настолько несерьезные, что как бы страшно, чего вы можете научить. Но вот мы можем научить вас быть несерьезными. И улыбаться. И улыбаться. Получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь. А камеру подвинуть можно, Наталья? Вот не камеру подвинуть, это может быть тебя подвинуть? Или как-то вот. Наверное, камеру подвинуть, да. Светлана у нас руководит как-то расположением и молчит. Я делаю. Нет, я тебе говорю. Потому что у меня тут штатив стоит под рукой. Поэтому мне приходится изгибаться. Ну, я помню один раз, как ты сидела вообще в обнимку сошкать. Это было классно, да. Пыталась изо всех сил его обогнуть и не уронить. Так, в итоге мы получаем вот такую конструкцию с дырочками. Вот они, зашитые детали, зашитые уголки. Что-нибудь уже, наверное, напоминает, я так понимаю? Не знаю, не знаю. Ну, давай дальше. Дальше. Дальше мы берем и зашиваем вот эти вот два. Только для набивки надо обязательно оставить место и возможность вывернуть. Виктория цитирует, ну, как бы цитату из Барон Мюнхауза. Улыбайте, господа, все глупости в мире делаются с серьезными лицами, да? Да. Да. А тигры не вязали? Тигры вязали. У нас тигр был. Тигр был. Кошка волосатая была. Тигр, заяц и кошка. Вот. Потому что мы на одной какой-то конференции вязали, там их… Ой, слушай, я уже… Это было вот как в прошлой жизни, я уже не помню. Мы вяжем, вяжем, вяжем. На самом деле этот заяц, он был именно предпосылкой того, чтобы начать вязать квадраты. Потому что, когда мы связали с зайца, оказалось, что для многих это было вообще совершенно неожиданно. Я не хочу сказать, что мы его придумали, мы его увидели в каком-то шитом варианте. И… Ну, на самом деле, все, что мы видим, мы перерабатываем. То есть, вот какие-то… Не, ну, а зачем повторять один в один? У тебя другое настроение, у тебя другое состояние души. И потом, практически все шитое, да, мы из шитья делаем вязание. А это все-таки немножко разный формат. Нет. Ну, если никто не догадывается, что можно из шитя перенести в вязание, а мы догадываемся… Потому что шитые выкройки, они, как правило, очень сложны, кропотливы для вязания. Они очень… Вот там сантиметров. Пятнадцать с половиной сантиметров. И все. А здесь мы хоть пятнадцать, хоть восемнадцать припосадили, и все. Да. У нас нет выточек, у нас нет этих ужасающих вкладочек, которые нам дешевые. Ну, не дело. О, здорово. Поросенка на вертеле напоминает. Анна Николаевна, видимо, голодная. Утюзит… Поросенок на вертеле. Нет, пока… Какая-то уж больно креативная фантазия. Вот мне бы даже в голову не пришло. Нет, мы так не будем. Мы его будем подбелывать. Нет, не будем. Нет. Я никогда, наверное, не смогу быть животноводом. Потому что я не могу ласкать животину, который потом сначала есть, да. Потом ты с ней обнимаешься, целуешься и говоришь, иди к мамочке, а потом… Да, потом ты в кастрюльку, да. Да. Говорит, это почки моей дочи, да, это тычонка-то, да. А это колбаса из этого… Не, я так не могу. У нас кот толстый дома. Мы его в шуточку называем НЗ наш. Он сейчас похудел, поэтому он сейчас весит шесть килограмм. Когда он был в теле, он весил восемь килограмм, был, как это, очень представительный товарищ. Мы его называли НЗ. И когда у меня ребенка… Господи… Урок-то по выживаемости, я забыла, как это было. ОБЖ. ОБЖ, да, было. И когда учительница серьезно спрашивает, дети, есть ли у вас дома НЗ. Мой ребенок, как самый умный, сказал, что у нас есть… Так папа с мамой кота называют. Мы тут котеву выращаем. Ольга. Добрый вечер, девочки. Вы чудо. Я вас обожаю. Спасибо за ваш труд. Спасибо. 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 Так. Ну что… Остается моя дырочка. Как можно с этой дырочкой поступить? Мне ей придется припосаживать, поэтому сейчас, чтобы облегчить себе работу в дальнейшем, я возьму, простегаю ее по краешку, запущу в нее ниточку и стяну. И поэтому мне будет очень легко ее пришить. Потому что больно тут много припосаживать и это получится кривенько. Вот прям чувствую, что будет кривенько, поэтому… А, ты хвост уже сделала тоже? Извини, извини. Нет, это когда ты говоришь, я тоже… Вау! Я тоже… Мы сейчас все свалились тогда. Нет, просто Наталья сказала, я сегодня вязать не буду. Я вот и думаю, а как хвост-то будем делать, если не буду вязать? Хвост уже связан. Хорошо. Хорошо. Приедет в последний момент. Наша животилка у нас из трех частей состоит. Да. У нас три части. Одну из них вы сейчас в настоящий момент видите. Так вот, припосаживаем. И потом… Да, я его вижу. Сейчас я его буду собирать. Вот. Видите, когда мы вот так вот можем все это стянуть, очень аккуратно можно будет пришить, потому что в другом виде очень тяжеловато. Зато есть отверстие и через него выворачиваем нашу заготовку. Карандашом будешь… Ну, не нужно ничего. Не нужно. Не нужно. Ножки. Ножки. Девочки, а кто помнит, как вот зайцы вязали? Вот они там это… Сразу начинается. Где-где-где поискать? Вот нигде не поискать. Не найдете. Потому что это был закрытый урок, и мы его откроем чуть позже. Я сейчас в первую очередь открываю все, что связано с Новым годом, подарочными игрушками. Поэтому сегодня… Мы открыли шубку для шампанского. Сегодня я открыла елочку в носках. Поэтому те, кто у нас подписан на YouTube-канале, очень сложно, потому что эта запись была в 2016 году. И, соответственно, вот она в новинках не появляется. Но зато у нас появился плейлист, который называется «Кадрат Некрасовый». И вы можете туда зайти и посмотреть. Там эти видео все будут именно в этом плейлисте. Заходите, смотрите. В смысле, бутылка… Шубка для шампанского, да. И елка в носочках. Они уже там есть. По ним тоже была масса-масса отчетов. И если у вас будет желание прислать свои… Что у вас получилось, присылайте. Мы очень рады. Очень рады, да. Для чего я выкладываю все это на сайте? Точнее, в группе ВКонтакте, в Одноклассниках в Фейсбуке. Для того, чтобы вы видели, что может получиться по одной и той же идее. Вот это… Мы с Натальей не то, что озабочены развитием креатива, но очень страшно удивляемся, что креатив находится в таком, не то что зачаточном, в минусовом состоянии. То есть люди всячески стараются избегать отхождения от… Уже пузо видно, мне так нравится, мне так нравится. Люди стараются не отходить… Не отходить от кем-то заложенного правила. Да, да. Почему? А почему? Боятся, что будет некрасиво. Боятся, что будет не как у всех. Боятся, что их осудят, что вот как бы не получилось. Вот этот страх того, что не получится, он не дает вам развиваться. Потому что все открытия созданы… Все открытия созданы ровно потому, что человек экспериментировал. Вот без эксперимента ничего не получится. И нужно давать себе возможность проводить эксперименты, получать удовольствие от того, что у вас не получилось. Зато я знаю, как делать неправильно, да? Или не делать вот как. Потому что вот такой… Я вспоминаю Эдисона, который 10 тысяч раз проводил какой-то эксперимент по этим лампочкам или почему-то… Он был уверен, что у него должно получиться. У него должно… Вот представьте, человек несколько лет, лет пять, он делает этот эксперимент, одну кнопку нажимал, нажимал и ожидал какой-то другой результат. В какой-то момент, не знаю, стакан чая разлили на клавиатуру, и получился другой результат. То есть люди-экспериментаторы не боятся того, что у них не получится. Они наоборот пробуют и то, и другое, и пятое, и десятое. Я в свое время работала на заводе. А что такое социалистический завод? Это вечно какие-то запчасти непоставленные. И вот у меня, как у технолога, вы себе не представляете, я была технологом резиного производства после института по распределению. И у меня все время стояла задача найти, чем поставить метку на эту штампованную деталь, потому что там мелочевка, вот просто какие-то микроскопические наконечники для выводов проводов шли. Наталья, ты в кадр входи, пожалуйста. И их нужно было пометить. Это для такого, это для такого. Там шли коды. А маркировки не было. То есть вот чем это, маркировать не было, потому что маркировали фольгой. Этой фольги вечно не было. Я им раз предложение сказала. Слушайте, берем ленту от печатной машинки и маркируем. Они там чуть выпали в осадок и стали так маркировать. И ушли от этой, от фольги. И все. Всю ленту, которую из канцелярии изымали и отправляли на маркировку деталей. Потому что фольгу какая-то была, фольга у нас была из каких-то, вроде как из прибалтики, или в общем откуда-то была, из такого места, где вот как бы раз, и вот таможение не дало добро. И все. И оно там все осталось. Вот мы нашли вот такой выход. Поэтому экспериментируйте, и что-нибудь у вас получится. Так, а мы тем временем зашиваем. Анна Николаевна, я просто ползаю по полу в барбекю, в окружении всяких ног хамона, колбас из дичи и т.п. Ползаю и выкройку краю, долги свои отрабатываю. Сбежала от детей, видимо, поэтому мысли у меня такие. Ну, Анна Николаевна, я надеюсь, что вы уже выздоровели, вылечили своих детей. Потому что, может, побольше, а оно какая-то не сильно упитанная вот свинья. Ну, ты что, вот куда? Ты думаешь, достаточно упитанная пуза? Ну, ладно. Ну, слушай, можно еще. Можно еще, мне очень нравится. На самом деле, чем больше набьете, вот в данном конкретном случае, тем... Это будет пузико, понимаете, это пузико. Вот не надо жалеть на пузике этого. Не экономьте на... Не экономьте на еде, да. На толстом поросенке, да, и будет у вас счастливый год. Он будет очень позитивный, он будет зато очень позитивный. Татьяна говорит, как же здорово, что открыли уроки. Как раз надо поделку в школу. Уже две елочки связала, сейчас оформляю. Спасибо вам большое. Мне всегда вот это ужасает, да. Ребенку нужна поделку в школу мамы. Да, мама вяжет. Две дачи в ночи, да, да. Я, наверное, не знаю, всю жизнь буду помнить, правда, это не у нас было, это у наших знакомых, когда пришел вечером ребенок, то есть они уже спать собираются. Он заявляется такой сонный на кухне. Кстати. Кстати, завтра нам вулкан задали сделать. Папа с мамой падают в обморок, потому что они уже окосевшие. Мама вот только в прошлую ночь уписала ему миф о звездной системе. Хотела выспаться. И у него глаза в кучу, и вот они говорят, кто чем ночью занимается. А мне папа делал. А мне папа делал электрическую цепь. Это было чудо. На стекле, на ножках, вот такая вот с батарейкой, с этим, с выключателем. Это было вообще чудо. Нет, я папу никогда больше не просила, после того, как он мне сделал с тем газету, мне сказали, у тебя каллиграфический почерк оказывается, ты будешь рисовать все время. Я говорю, папа, я тебя просила, мне просто, просто накоряпать. Я могу коряпать, я же по совсем... Ответственный человек еще. Ну, я думаю, достаточно. Вот уже пузико, да, хорошее. Вот видно ли пузико, девочки, видно ли вам пузико? Мне нравится. Ну, это сытенькое пузико, да. И зашиваете. Вот это наше сытенькое пузико. Ну, я так понимаю, что мы придумали формат такой удобный. Вот ты заранее связала, мы сидим не вжикаем, потому что связать прямоугольник, я думаю, что по выкройке вы сможете. Мы уже давно пользуемся этим форматом, если оно что-то простое. Вяжу я уже на посиделках, только если вот что-то надо показать. Нет, а почему? А почему у нас такой формат? Ровно потому, что мы на заказ не вяжем. Поэтому это не сопутствующий продукт, а исключительно для того, чтобы вот действительно можно было детям на Новый год вот эту елку какую-то там в носках или свинью принести, потому как задали по труду, да. Ну, это мне напоминает лягушку-царевну, когда там эти мамки-няньки за всех, купеческую дочку за, какая там еще была, купеческая, нет, дворянская какая-то там дочка была, и лягушка. Вот за них там эти мамки-няньки выполняли. Вот здесь это примерно то же самое. Супер-пузико, говорит Наталья. Вот я тоже считаю, что пузико надо. Ну да, у просеночка должно быть пузико. То есть если мы делали в прошлом году тощую собаку, то в этом году мы делаем толстую собаку. Все-таки мы не только свиней шьем, вяжем, но и обучаем машинному вязанию. Сейчас у нас в декабре идет курс машинного вязания для новичков. Это тот курс, на котором мы, ну не то что учим вязать, это тот курс, на котором мы учим вас дружить с вашей вязальной машиной. Вы начинаете понимать, почему она у вас периодически сбрасывает петли, почему у нее все время сваливается вязание то справа, то слева, почему у нее, вы не попадаете в размер. То есть это тот курс, который ответы на вопросы новичков. У меня специально на слайде стоит ответ на вопрос новичков, потому что новички, самый главный вопрос, почему у меня не получается. Вот после этого курса вы поймете, что у вас, почему не получается. И в конце концов свяжете вот такой вот джемпер на себя, либо на своего ребенка. В течение месяца мы с вами это все сделаем, и в течение месяца вы увидите, что вы с машинкой наконец-то подружились и перестали ее бояться. И она вдруг стала вязать ту пряжу, которую раньше не вязала. Ну ты в кадр, входи, пожалуйста. Так ты показываешь. Что я показываю? Я тебе показываю. Да, я была уверена, что ты показываешь. Не меня. Так, смотрите, у нас вот такая вот заготовка. Здесь поменьше, здесь подлиннее. Там, где покороче, мы должны с вами немножко поджать живот. Вот, смотрите, от точки зашивания здесь до середины зашивания здесь. И таким образом мы с вами сдвинем ножки и сформируем такую очаровательную выпуклость. Потому что если оставить как есть, ничего не будет. Если мы зажимаем, у нас получается вот такая вот задняя часть, прямо вот куда просит хвост. Куда хвост, да. И пузо станет у нас более объемным. Вот мы еще думали, как нам сделать так, чтобы все-таки пузо было вот именно пузо. То есть мне страшно нравится, что мы берем квадрат и с ним экспериментируем. И получаем вообще просто совершенно неожиданную вещь. Вот это я невероятно люблю. Вот я понимаю, что я исследователь вот просто до мозга костей. Мне не важно, какой жертат, лишь бы он не был похож на предыдущий. Наталья, в кадр входи, пожалуйста. Вот видите, подтягиваем. И пузо у нас округляется, то есть совсем сытенькое становится. И формируется вот такая вот очаровательная... Супер пузико. Опа. Супер. Татьяна пишет, только так же у меня, только их сразу четыре пришло. Всем в один день надо, а у нас 23.30. Ну куда денешься, надо же, мама, надо так надо. Четыре ребенка. Четыре ребенка пришли, да, в 23.30. Ну, зимние ночи долгие, так что... Да, раньше вам пряли сколько-то... Да, да, при лучине, а сейчас вот и без лучины. Можно хотя бы при свете. Да, это счастье. А всегда проблемы одни и те же, поэтому что делать? Мне очень нравится вот этот процесс выхода на кухню сонного ребенка, который вспомнил. Да, 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 у нее ни в дневнике не записано, ничего вечно. Нет, я тут вспомнил, и все, и когда слышится грохот упавшей. Мама. Ну, у всех одно и то же, да, что делать. Мы все такие, сами такие были, и дети у нас такие. Какие сами? Мне мама сказала, такие сами. Такие сами, может, и так. Так, где пупы-то? Где, которые длиннее покороче? Что у нас подлиннее покороче? Лапки передние. Их можно соединить, их можно... Ну, давай сначала хвост, а потом... Ну, давайте хвост. Так, хвост. Хвост роскошный, да. Хвост роскошный. Мы хвост проходили в прошлый раз. Хвост проходили в прошлый раз, мы его делаем точно так же, как в прошлый раз. Кто-нибудь не видел, не знает, как делали хвост, заходите на прошлое видео и смотрите. Свинка номер один. Свинка номер один, там мы исполняли вот этот хвост в прямом эфире. В этот раз он уже готовый, мы его просто на нужное место. Выбираем это нужное место и... Назначаем его, я бы сказала. назначили место хвоста и привязали можно закрепить попрочнее чтобы он не отваливался в кадр входите пожалуйста хвост крючком пятачком в общем пока наталья тут привязывает хвосты напомню о том что так вот по поводу курса для новичков вот сегодня опять я переписываюсь а нужно ли мне идти на этот курс если я уже несколько изделий связала мы специально придумали тест тест заключается в том чтобы мы создали описание вот этой сумочки мы используем все те технологии которые мы прошли в первом курсе и даем описание если вы по этому описанию а что такое описание свяжите 16 сантиметровую сумочку вот она вот пожалуйста 16 на 16 клапан пожалуйста вам размеры все видны узоры раппорты все данные пожалуйста скомбинируйте и свяжите вот такую сумочку если у вас получается значит вам на первый курс идти не надо если не получается значит значит это ровно то чего вы не знаете потому что вязать по чужим выкройкам когда у вас каждая петля рассказана это знаете для это это не называется я умею вязать это называется я умею копировать немножко сдвигаю назад весь синтепон потому что сейчас у меня просто набит а мне нужно его сдвинуть из передней части в заднюю все таки заднюю часть у свининки нашей более вот они задние ножки и вот это то что у нас есть можно даже копытки какие-нибудь оформить вот здесь стоит свинка наша а теперь что касается передних ножек их можно тоже помните-то про тарение вот я вот это вот так вот уже и хотела да как катается на своем пузе передние ноги можно оформить копытцами задние практически не видны они вот они для для красоты задней части передней ведь они немножко Ну, можно вот, будем так делать? Не будем, не будем. Ты видела, как они все берут фломастером и красят, и ничего не делают? Ну, с другой стороны, да. Можно покрасить копытца, и, собственно, будет тоже красота. Есть, во-первых, краска для ткани, можно ею. Но девчонки не заморачивайся, так как это свинки одноразовые, то фломастером делают и чем угодно. Так, ну и задача, собственно, наверное, голову пришить. То есть, голову мы проходили в прошлый раз вместе с хвостом. Вот, каков хвост, таковая голова. Мы ее просто сделали в два раза меньше. Размер головы у нас чуть-чуть поменьше. Вот он, уши побольше, голова поменьше. И решили сделать глазки пуговичками. У нас такой вот разгильдяй получился, довольный, сытенький, довольненький поросеночек. Сейчас ему надо пришить голову, и вот такая вот конструкция у нас получается. Можно пониже. Вот мне кажется, что можно в небо задрать, а можно сделать так, чтобы он лежал на лапах. Вот так вот. Нет, мне так не хочется. Вот так хочешь? Ну, может, не совсем небо, но вот, мне кажется, голова у нас все-таки должна быть вот на этом месте. Да, и надо по контуру это все подшить, чтобы оно плотно держалось. Да, и можно... Можно даже на бок немножко. Вот я хочу на бок чуть-чуть, да, чтобы он вот такой вот у нас мечтательный. Сытенький, но мечтательный товарищ. Потому и мечтает, что он сытенький. Когда голодный, они мечтают. Голодный, да, есть. Голодный, думаю, как найти его. Вот то, что у нас получается. А если... Рулечка красивая. Рулечка. Рулечка, да. А если игриво оглядываться будет? Какая пелесть, говорит Наталья. Ну, оглядываться можно. Вот вы куда приждете, вот куда хотите сидящего можно. Сидящего не получится. Вот покажи, что сидящего не получится. Сидящего не получится. Он будет падать. Он вот с такими вот... С такой рулечкой он не сядет. Ну, вот можно. В принципе, можно загнуть. Ну, вот да. Да, может быть, и можно. Пробуйте. Может быть, если такой пузо не будет, активное, то и сидячего можно. Так, определяем сейчас вместо положения головы. Супер-супер. Пускай я тоже считаю. Супер-супер. И пришиваем покрепче. Потому что поросят, насколько я помню, шея-то как следует отсутствовать. Поэтому его нужно вшить как можно... У них причем вообще голова плавно переходит в туловище. Они такие каплевидные. Поэтому условное такое все это условно получается. Ну, ладно. Пока пришиваете. Я вспоминаю про то, что у нас есть розыгрыш. Мы решили, что в дальнейшем мы розыгрыш проводить не будем. Потому что у нас уже идут открытые все эти мастер-классы. И, соответственно, просить... О, вот такого я, Денис, прислал нам. Вот, свинку. А мы даже и не видели. Свинка номер один. О, чудо. И в сережках. И в сережках. Сейчас покажу. Сейчас покажу. А как же мы его не видели? А, он не прислал. Он, видишь, выложил сюда. Денис Редис. Супер. Сейчас мы вам покажем. Значит, вот я пошла на нашу страницу ВКонтакте, где в нашей группе, которая называется «Совместное вязание на машинке» закреплен пост, в котором написано, что если вы хотите принять участие в розыгрыше, то, пожалуйста, сделайте пост, точнее, сделайте комментарий под этим постом своё изделие. И мы тогда видим, что вы хотите принять участие в розыгрыше. Но это же изделие должно быть на вашей странице. И поэтому сейчас я не проверяю. Сейчас мы вам покажем вот эту свинку, которая для нас неожиданная. Красавица. Мы её не видели. Мы её не видели. Поэтому вот такая свинка. Ждём ещё четыре сестры. Супер. Лутайка Украина. Супер. Супер. Нос какой. А на бусинах? Слушай, ну это вообще чудо на чуде. Вообще. Просто креатив на креативе. Вот супер. Страшно красивая вторая. Денис Редис. Нет, так это одна и та же. Нет, страшно красивая – это другая была. Нет, нет. Я не веду, что необычно. Необычно. Стерьбой вообще просто. Мальчишки молодцы у нас. Так вот, значит, смотрим, что у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь человек, которые хотят принять участие в розыгрыше. И поэтому берём от одного до восьми. И выбираем число. Вот оно восьмое и есть. Вот кто у нас? Ольга Якимова. Уже сто первый раз Ольга Якимова у нас выигрывает мастер-класс. Поэтому Ольга Якимова у нас уже опытная. Она знает, что нужно не просто сделать репост, не просто своё, но и сделать репост на своей странице. Вот она, Ольга. Всё сделано. То есть Ольга выполнила условия участия в розыгрыше. Поэтому, Ольга, напишите мне, какой мастер-класс вы хотите, потому что у нас всё-таки ещё не все мастер-классы открыты. И поэтому... Год можно не ждать. Да, можно год не ждать. Можно получить сейчас то, что... Так, где у меня? Вот здесь вот. И можно получить сейчас любой мастер-класс из тех, которые закрыты. А Наталья тем временем зашивает поросёнка. Здесь очень надо плотно подшить, потому что иначе голова будет от ветра болтаться. Поэтому очень плотно всё это подшивали. И так, чтобы помощнее, чтобы шеи не было. Потому как шея поросёнка делала не самое важное. Ну, пока Наталья тут подшивает, я напомню о том, что по четвергам у нас проходят ещё посиделки. Что-то я забыла, здесь не шестого будет у нас, а какого, что он получается, тринадцатого. Будут посиделки, которые в 10 часов 30 минут, на которых мы вяжем вот такие вот очаровательные шапочки на двух фонтурах. Но два раза в месяц мы будем вязать слитки. И вот такие слитки мы связали в прошлый раз. Все, кто не видел, это новый плейлист на нашем YouTube-канале. Заходите. Не помню, как он называется. Вроде слитки так и называется. Но в дальнейшем мы будем его называть... Мы уже придумали название для этого канала. Он будет называться у нас «Одёжки для ножки». Я думаю, что... Точнее, я знаю, что туда будет добавляться... Каждые две недели будет туда добавляться новое видео после ткан. Потому что шапок мы уже 50 штук связали. Точнее, 49. 50-ю будем юбилейную вязать на следующей неделе. Свиненок-восятка, говорит Людмила. Но вот я тебе хочу сказать, как сидят... Одно и то же количество людей не приходят, не уходят. Все сидят с замиранием сердца и ждут, что же получится. Ну вот мы хотели с Натальей сделать, чтобы свин был... Вот действительно, свин-свин. Вот прям вот сытый и сытый, чтобы поза была. Чтобы он не просто был обтекаемый. Где тот-то у нас? Вот. Чтобы они очень сильно отличались по внешнему виду. Но морды все равно будут у них... Вот как бы... Ну, рука мастера видна. Вот ничего не сделаешь. Вот ваши тоже будут похожи. Но... Но вот... Чем разница? В чем разница в головах, скажем так? Вот. Потому что голову я делала точно по вот этой же схеме. Только, видите, она покороче. То есть, если это голова-тело, то здесь голова-голова. Ей нужно покороче. Количество петель в два раза меньше. И что здесь отличается? Нос. Нос. Если здесь я делала убавку в два раза, то здесь на две трети. То есть, убавки поменьше. Поэтому за счет этого носа получается больше. Ну и по уши-уши. Ну и глазки мы не... Глазки взяли, а пуговки. Получился вот совершенно другая физиомония. Здесь, что можно? Вот поскольку он все-таки на пузе качается, можно немножко подтянуть ему лапки назад. И получится... Покажи, где это сделать. Вот я сейчас и делаю. Именно сейчас это и делаю. Вот. Вот здесь вот подтягиваете лапки. Вот сюда подшиваете эти лапки к пузику. Вот так вот. Сейчас подошли. Что показывать-то? Для того, чтобы лапки... Я боюсь, что пузико, наоборот, растянется, а не лапки прижмутся. Вот мне кажется, если лапки подшивать, то их нужно вот как бы насквозь. Вот как чулочную кукулу. Вот куда-то к попе сюда постягивать. Знаешь, если насквозь, они вот здесь проткнутся, и будет зажим. А мне этот зажим совсем не нужен. А я сейчас попробую вот здесь вот держать подмышкой эту лапку. Ну вот я думаю, что пузо натянется. Я не знаю. Мы сейчас с вами проверим. Что у нас может получиться, у нас может не получиться. Значит, мы сделаем по-другому, либо оставим как есть. Делов там. Я специальный слайд приготовила. Начинает что-то новое так же трудно, как потом остановиться, когда начнет получаться. Вот это вот ровно про вот это, про творчество. Как только у вас начинает получаться, все, остановиться невозможно. Спать не могу, есть не могу, ничего не могу. Надо доделать. Сижу, да, свинью доделываю. Не, я считаю, что не стоит делать. Лучше не стало. Ну, лучше не стало, да. Поэтому мы оставляем как есть. Лучше враг хорошего. Оставляем как есть. Вот я бы предложила вариант, если сделать. Вот через попу. Во-первых, в попе будет углубление такое. Во-вторых, вот ноги подтянутся. Но на самом деле мы с тобой хотели специально сделать такую свинью, которая, в принципе, может быть как подушка. Вот если ее... То есть, если сделать побольше, она может быть... На ней можно спать, и голову можно сместить вот сюда. И она тогда будет именно подушкой. И она будет, да, вот так разложить ножки в разные стороны. Вот, пожалуйста, тельце для того, чтобы на нем лежать. Очень сытый. Когда Николаевна говорит, свин удался. Да, да. Вот как бы, если не мечтать о нем, как о шашлыке, то я считаю, что свин удался. Девчонки, поцелуйчики, сердечки и все прочее. Супер, супер. Мы очень рады, что вам понравилось, потому что нам тоже очень понравилось. Мы специально хотели сытого, откормленного, но вот это как бы упрощенный. Вид заяц тоже очень даже симпатичный. Да, да. Он со всех сторон очень красивый. Красив, хорош, соответственно. Вот упитанных зверюшек как бы любят все. Ну, я надеюсь, что вы сможете это все повторить. И если вам все это нравится, подписывайтесь на наш канал и присылайте нам ваши отчеты, потому что нам действительно очень интересно, что у вас получается. Мы работаем. У нас нету очереди заказчиков, которые стоят за свиньями или за какими-то другими изделиями, поэтому мы это все придумываем, действительно экспериментируем и делаем исключительно для того, чтобы было приятно вам и нам. Нам в процессе создания, вам, точнее, и нам и в процессе создания, когда вы присылаете свои отчеты. Ну, а вам, у вас есть люди, которые не умеют вязать, и которые говорят, вау, как ты умеешь. И вам не обязательно говорить, что это вот кто-то мне показал, что это квадратик. То есть вы говорите, да, я вот великий мастер, я знаю как. Это ноу-хау. На самом деле, то, что мы делаем, это ноу-хау. Просто у нас вот это получается. Почему? Потому что если вы в какой-то теме долго находитесь, то вы начинаете видеть не то, что видят новички. Поэтому для нас это очень просто, и нам приятно делиться с вами, потому что для вас это вау. Для нас это как бы, ну, мы это уже все знаем. Поэтому не забывайте подписываться на наш канал, на котором все время мы будем выкладывать, точнее, мы уже много лет выкладываем новое. Но вот сейчас на нашем канале мы будем выкладывать эти видео, которые в течение трех лет мы навязали на посиделках. И я думаю, что те, кто присоединился новички, узнают для себя очень много нового, неожиданного, о чем никогда не задумывались, что это на самом деле квадраты. Ну да, никогда не скажешь, что поросенок полностью квадратный. Ой, какой хрюня упитанный, вы просто молодцы. Спасибо, очень понравилось, а свинка обязательно повторю. Девчонки, повторяйте, очень хочется посмотреть в вашем исполнении. Я надеюсь, что поросяток будет не меньше, чем номер один. То есть они, мне кажется, достойны оба. Ну и не забывайте, что у нас впереди еще две свинки, которые копите силы, не надрывайтесь так, чтобы завалить весь мир вот этими двумя поросятами, потому что будут еще... Это не значит, что нужно вязать. Вяжите, пробуйте, присылайте ваши видения. Да. Ну и, как говорится, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. А с вами были Светлана Амельян, Наталья Некрасова и наши вязальные посиделки Квадрат Некрасовой.